Детский сад в Погорелом городище. Участок дороги в Зубцове, подлежащий капитальному ремонту. Это основные объекты, которые посетил председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев во время рабочей поездки в этот муниципалитет. Вопрос благоустройства территории детского сада в селе Погорелое городище поднимали жители во время одного из приемов председателя законодательного собрания. Как главные проблемы родители, занимающихся в саду детей, называли старые, фактически гнилые тополя и неблагоустроенную территорию вокруг детского сада. Это безопасность наших детей. Тополя уже выросли огромные и много-много лет. При малейшем ветре они у нас качаются, могут упасть. Планировка территории детского сада, чтобы она была ровная, дети не падали ни в грязь, никуда, чтобы было все благоустроено. И теневые навесы, где дети могли бы в непогоду укрыться и также играть не только в группе, но и на улице. Помочь с решением вопроса по благоустройству Сергей Голубев пообещал сразу фактически по ходу осмотра территории детского сада. Переговорим с министерством образования. Я уверен, что с точки зрения благоустройства такая поддержка будет оказана. Тем более, что само здание в хорошем состоянии и требуются действительно не такие большие, не такие дорогие условия по благоустройству. Что касается самого Зубцова, то в этом году в городе запланированы довольно серьезные работы по ремонту и благоустройству. Один из основных объектов – набережная вдоль реки Вазуза. Замена асфальтового покрытия, тротуарные дорожки с выходом в парк Ленина. 360 метров у нас протяженность. Это центр Зубцова и к нынешнему состоянию территории у жителей было очень много претензий. К слову, проект ремонта набережной был разработан еще в 2018 году, но по ряду причин реализация откладывалась. Сейчас все необходимые процедуры проведены. Определен подрядчик, который уже делал несколько объектов в городе и, по словам районного руководства, с хорошим качеством. Ремонт набережной вошел в программу регионального министерства транспорта безопасной дороги Тверской области. Все работы обойдутся в 6 миллионов 800 тысяч рублей. Деньги выделяются в рамках софинансирования. 80% из областного бюджета, 20% из местного. Начать работу планируется в мае завершить до 1 сентября. Еще один объект также в Зубцове, тоже в центре и снова с претензиями жителей. Были обращения по линии депутатов, поэтому постараемся помочь, в частности с переходом, ступеньками, которые для жителей города Зубцова имеют очень большое значение. Поэтому договорились, что мы поможем освещение там сделать. Цена вопроса 250 тысяч рублей. И по сути его решение уже идет. Уже сделали смету, мы уже нашли подрядчика. Мы обновим действующее покрытие ступеней, проведем окраску, помоем, почистим, уберемся. И будет это снова красивое, привлекательное место для наших граждан. Плюс дополнительно по просьбам жителей планируем сделать освещение, то есть повесить 6-7 светильников, чтобы это еще было и безопасно. Также планируется заменить павильоны пока на двух остановках общественного транспорта. В ходе рабочей поездки Сергей Голубев поговорил с жителями непосредственно на месте будущих работ, заодно выслушав просьбы и пожелания людей. Есть планы и по ремонту других объектов, и по благоустройству. Поэтому депутатский корпус, законодательное собрание и местные депутаты, безусловно, будут стремиться контролировать эти объекты для того, чтобы развитие продолжалось. Нынешняя рабочая поездка не ограничилась осмотрами объектов и мест будущих работ. Она проходила в День работника культуры. Сергей Голубев принял участие в торжественном мероприятии и вручил районным работникам культуры благодарности законодательного собрания.